Маленький адюльтер, труп в шкафу, ревнивый муж и амнезия, наступившая вследствие удара по голове. Вне закона или номер 13, спектакль, объединивший все четыре комедийных сюжета. В театре-студии киноактера премьера. Когда руководство объявило режиссером, что театру нужна комедия, Татьяна Троенович остановилась именно на пьесе Рея Куни, 13 номер. Я очень трепетно отношусь к литературе. Я по первой специализации филолог, и я не люблю плохую литературу. Я считаю, что в основе всего лежит в начале автор, драматург, потом актеры и потом все остальное. Поэтому я искала хорошую пьесу. Мне кажется, я ее нашла. Постановка играется в двух составах, и это лучший актер театра. Вера Полякова, Валерия Орланова, Олеся Пуховая, Алла Пролич, Ирина Нарбекова, Виктор Рыбчинский, Ольга Сизова, Петр Юрченков-младший. Отдельно хочется отметить работу молодых актеров Георгия Сивохина и Артема Давидовича. Роль помощника политика виртуозно и неподражаемо исполнил Павел Харланчук. Петр Юрченков-старший, планирующий играть Ричарда Уилли только в июле, блестяще ввелся в спектакль за несколько дней, заменив заболевшего Анатолия Терпицкого. Это сходу должно. Взяла зрителя и не выпустила все. А потом говорит, посмотри. Боже мой, а что это было? Было что-то интересное, весьма надо. Рэй Куни написал образцовую комедию положений, но такую, что по плотности этих комических положений на единицу сценического времени она может претендовать на книгу рекордов Гиннеса. Падающая фрамуга окна, суета, беготня, акробатика, звонки, танцы, поцелуи. На сцене, изображающей номер в пятизвездочном лондонском отеле, действует традиционный для комедии набор персонажей. Парламентский политик, его жена, его помощник, его любовница, муж любовницы. Нанятый ревнивым ужин для слежки детектив и персонал отеля. В номере есть две двери, входная и в спальню, большое окно на балкон и шкаф. Завязка состоит в том, что на спину сунувшемуся в окно сыщику падает тяжелая оконная рама, и он лишается признаков жизни. А дальше ничего и пересказывать не надо. Достаточно вообразить себе все возможные комбинации персонажей и входов-выходов из комнаты, чтобы понять богатство предложенных обстоятельств. Ой, я честно говоря в этой комедии, я впервые такое играю, но я не успела включить мозги даже. Очень быстро, динамично, не успеваешь соображать. Злодей повержен! Благодарю вас! Задача поставлена так, чтобы каждые 10 секунд на сцене случалось событие, причем событие непременно смешное. Спектакль держится на сиюминутной энергии актерского присутствия. А это труппе театра студии киноактера удалось. За два часа вы не заметите ни одной паузы, ни одной задержки между репликами и сменой сцен. На одном дыхании сами хохочем за кулисами, выходим на сцену, главное не расколоться. Вот это единственная сверхзадача, потому что все настолько действительно как-то феерично играют рядом с тобой, твои партнеры, поэтому просто получаешь массу удовольствия. Зрители со спектакля уходили восторженные и благодарные за возможность посмеяться.